Здравствуйте! Это новости на телеканале ННТ, студии Махач Курбанов с последними событиями к этому часу. И короткий анонс, что вы увидите в нашем выпуске. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Несколько чиновников правительства получили выговор от Меликова. Об этом через минуту. Где-то сносят, где-то строят. В Махачкале демонтируют незаконно возведенные строения. В то же время в ряде микрорайонов столицы продолжается благоустройство городских территорий. Сбил пешеходов и скрылся. Полицейские задержали нарушителя менее чем через сутки, который к тому же оказался и в нетрезвом состоянии. На пешеходах переходы, я их не заметил. Я не знаю, что это получается. С какой скоростью двигались? Ну, примерно, где-то 30 сантиметров. С места происшествия почему вы скились? Куракские игры. О фестивале национальных видов спорта, прошедших в горах Южного Дагестана, расскажем в спортивном блоке. Мы тоже, в свою очередь, каждый год проводим такие виды спорта, чтобы в нем могли участвовать в соревнованиях любой участник. Под ударом два министра и вице-премьер. Сразу трое членов республиканского правительства получили выговор от главы Дагестана. Сергей Меликов таким образом предупредил вице-премьера Казиева, министра здравоохранения Беляеву и руководителя Минобра Бучаева официальная формулировка «Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей». Соответствующий документ Меликов подписал 8 августа. Уфас решил наказать Россети. Уфас Дагестана проводит проверку в отношении ПАО Россети Северный Кавказ Дагенерго по фактам отключения света в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В случае подтвержденных фактов нарушения сетевикам грозит штраф в размере до 1 миллиона рублей за каждый эпизод. Напомним, в столице республики до сих пор наблюдаются перебои со светом, а в конце июля люди даже выходили на акции протеста. Еще одно ДТП с участием мотоциклиста. Инцидент произошел ночью на проспекте Акушинского. Сам молодой байкер отделался ушибами и ссадинами, а вот его железный конь сгорел дотла. Три бокала пива и 200 грамм водки. Житель Ботлихского района сбил в Махачкале двух пешеходов и скрылся с места преступления. Однако нарушителя менее чем за сутки задержали полицейские. У подозреваемого выявили явные признаки алкогольного опьянения. А пострадавшие, пожилые мужчины и женщины, с различными травмами доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело. На пешеходном переходе я их не заметил. Да, вот, получается. Вы с какой скоростью двигались? Ну, примерно где-то 30-40. И с места происшествия почему вы скидывались? Я не знаю. Но автоматично получилось. Вы были в трезвом состоянии? Нет, выключили. Что вы употребляли перед тем, как сесть за руль? Фила, три бокала фила и потом 200 грамм водки. Махачкале сносят незаконно возведенные строения. Как пояснили в мэрии столицы, это участки, не имеющие признаков индивидуального жилого строительства. Так, под демонтаж попало здание по проспекту Казбекова, 268, площадью 30 гектаров. Еще по 19 строениям собраны материалы в целях признания их самовольными постройками. Выяснилось, что данные земельные участки продал человек, якобы представившийся собственником земли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Администрация города призывает всех, кто планирует приобретать недвижимость, тщательно проверять документы и направлять запросы в структурные подразделения мэрии для подтверждения или опровержения данных, озвучиваемых такого рода продавцами. Тем временем в Махачкале продолжают благоустраивать общественные территории. В микрорайонах Сепараторный, Энергетика, а также по улице Учительская укладывают асфальт и приводят в порядок дворы. Подробности в сюжете Хамзен Нурмагомедова. В микрорайоне Сепараторный в текущем году несколько улиц благоустраивают в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Одна из них – одноименная улица Сепараторная. Ее протяженность около полутора километров. С неоднократными просьбами асфальтировать дорогу к городским властям обращались местные жители. Она соединяет верхнюю часть микрорайона с центральной частью, а также с больницей и поликлиниками в расположенном микрорайоне. На данном этапе проведена работа по подготовке основания под укладку асфальта. Все работы проводят согласно графику работы. Тем временем в другом микрорайоне «Энергетик» продолжается асфальтирование улицы Энгельса. Сейчас здесь обустроили тротуар, а также подготовили основания для укладки дорожного покрытия. Как отмечают в мэрии, работы проводятся под строгим контролем специалистов по технадзору. В Махачкале продолжается асфальтирование улицы Энгельса в микрорайоне «Энергетик». Отсюда проезжают два маршрута городского пассажирского транспорта. Из-за отсутствия асфальтированной дороги маршрутные такси не могли проезжать в отдаленные участки микрорайона. Сейчас асфальтированная дорога, протяженность которой составляет около двух километров, позволяет беспрепятственно добраться до самых отдаленных участков микрорайона. В порядок приводят не только дороги, но и дворы. Так, по улице Учительская, 13В, завершены основные работы по благоустройству первого и второго корпусов. На территории уже полностью установили плиточное и резиновое покрытие, а также уложили асфальт. Здесь появились детское игровое оборудование и воркаут-площадка. В Махачкале прошли рейды по контролю въезда больших грузов в город. Мероприятие провели специалисты Управления транспорта, связи и дорожного хозяйства мэрии совместно с представителями УГИБДД и Ространснадзора по республике. Напомним, с 10 сентября 2018 года администрации столицы было принято решение о временном ограничении движения транспорта грузоподъемностью более 8 тонн и массой более 10 тонн с 8 утра до 8 вечера. По выявленным нарушениям представители УГИБДД и Ространснадзора в своем направлении составляют административные материалы. Хотелось бы обратиться к руководителям компании, организаций, которые находятся на территории города, а также к водителям, чтобы не заезжали на территорию города, так как это создает большие помехи и создает пробки на уличной дорожной сети города. Специалисты отметили, что в связи с большим потоком грузового автотранспорта и заторами, создающимися на дорогах, в городе подобные рейды будут проводиться регулярно. Мэрия города усилила проверку подготовки образовательных учреждений столицы к новому учебному году. Многопрофильный лицей имени Астемирова посетил начальник управления образования Махачкалы Марат Ибрагимов. В целом, к качествам работы Ибрагимов остался доволен. Несмотря на нехватку рабочей силы, генподрядчик обещал сдать объект точно в срок. Напомню, что 2 августа глава города Салман Дадаев проводил мониторинг хода проведения капремонта в нескольких образовательных учреждениях столицы. И по итогам выезда подверг жесткой критике темпы проведения работ. Указал подрядчикам на необходимость увеличения количества рабочих. Сегодня мы производим мониторинг объектов, где осуществляется федеральная программа капитального ремонта. 19 учреждений, где данная программа осуществляется. В целом, работы проходят на хорошем организационном уровне, но есть некоторые подрядные организации, которые вызывают беспокойство. Сегодня им было дано очень серьезные предупреждения. И ранее тоже эти предупреждения были даны, чтобы все объекты были завершены полным сусроком. Самая главная наша приоритетная задача, чтобы 1 сентября дети вошли в новые классы, в новые кабинеты. И все учреждения, конечно же, должны быть очень серьезно оборудованы и оснащены новыми инструментами для осуществления полноценного образовательного процесса. Экспортивным новостям. Стрельба из лука, поднятие гири и перетягивание каната. В Курахе прошел пятый фестиваль национальных видов спорта «Курахские игры». Соревнования собрали более 250 участников из разных уголков республики. Кому достались главные призы, расскажет Курбан Рагимов. Курбан Рагимов. Поэтому они популярны, поэтому они интересны нашей молодежи. И мы тоже, в свою очередь, каждый год проводим такие виды спорта, чтобы в нем могли участвовать в соревнованиях любой участник. От мала до велика. Участники могли проверить свои силы сразу в нескольких видах спорта. Выходец из селения Курах Магомед Велий Халиков выступил в трех дисциплинах, в двух из которых он поднялся на первую ступень пьедестала. Выступил по армейскому дизайну первое место, также выступил по бег с тяжестью и второе место по перетягиванию каната. Капитану команды вручается от Хусейна Гадзилла. Неважно, в нашем районе, в другом районе. Медаль за первое место. Чтобы молодежь занималась, чтобы брала пример с ребят старших. В турнире по перетягиванию каната победу одержала команда из Магарамкентского района. Также в своих видах спорта отличились. В приседании со штангой не было равных Гаджумраду Магомедову из Кураха. В стрельбе из лука лучшие результаты у Мурада Рамазанова из Магарамкента. Больше всех 21 раз на турнике с грузом 10 килограммов подтянулся Замир Исаев из Хива. А в поднятии гири первым стал Эдик Ахмедов из Касун-Кента. Курахские игры с каждым годом расширяют свою географию. Если в первое время здесь в основном состязались выходцы из южных районов Дагестана, то на пятый юбилейный турнир съехались команды из Махачкалы, Каспийска, Избирбаша и других уголков республики. Всего более 250 участников. Все старались, на самом деле, дай Аллаху Таля, чтобы Всевышний Аллах всех труд принял. Хотим мы того или нет, сегодня спорт это посол мира. Не зря говорят, спорт объединяет нас. А когда мы еще вот так все вместе собираемся, это нас духовно тоже объединяет. Поэтому желаю, чтобы каждый из нас, он сюда пришел, он не так уже победитель. Желаю, чтобы каждый из нас проявлял терпение, прислушивался к тому, что говорят организаторы, и вел себя как настоящий мусульманин. Это одно из таких интересных мероприятий, которые легко можно организовать в любом другом районе. Ахтынские игры, Магарамкенские игры, Дагуспаринские игры, неважно. Делайте, развивайтесь, постарайтесь взять за пример вот эти игры и сделать у себя в районе. Да, это очень просто. И мы готовы поддержать тоже, в принципе, есть опыт, есть возможности. Поэтому добро пожаловать в Курах. В общем зачете первыми стали хозяева сборная Курахского района, в активе которой три первых места получила почетный кубок. Остальным медалистам также вручили медали, грамоты и денежные призы. Кроме того, организаторы учредили награды и в других индивидуальных номинациях. Курбан Рагимов, Гасан Байрамов, телеканал ННТ, Курахский район. Это все к этому часу. Оставайтесь с ННТ, смотрите нас во всех соцсетях. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова